Ой, тихо-тихо-тихо, маленький. Тихо, мой сладкий. Это он еще ничего. Это он еще лежит. Псу по кличке Рыжик 10 лет. Для собаки солидный возраст. Хозяйка Марина Павловна давно называет питомца маленький старичок и удивляется, как он выжил после такого отравления. Несколько дней назад она обнаружила Рыжика в предсмертном состоянии. Сторожевой пес лежал около будки обмякший и ни на что не реагировал. Пока я лечебницу унесла, он даже глаз не открывал, то есть он не моргал просто. Вот он так вот смотрел и все. Я его принесла, мне позвонила коллега Елена Геннадьевна. И она мне сказала, что купить в аптеке. Я купила полисорб, я купила шприцы. Она мне посоветовала купить раствор рингера, по-моему, значит, вот. И купить гиптрау, потому что отравление очень сильное. Капельницы от сорбенты, тепло, профессиональная помощь. Так, возрастного питомца удалось спасти. Рыжику постепенно становится все лучше. То, что собака была отравлена, подтвердили ветеринары. Это уже второе несчастье для Марины Павловны. Совсем недавно мы снимали сюжет о том, что на нее оказывается давление застройщиком, который буквально за забором возводит многоэтажный дом. Ей, доктору наук и преподавателю университета угрожают сделать жизнь некомфортной всеми законными способами. Лишь бы она позволила забрать землю. Я очень рад, что здесь собрались. И я тоже очень рада. И камера, и все. Планирую оказывать давление законными методами. То есть заселить сюда рабочих. Кто мне может препятствовать? Кто мне может препятствовать заселить сюда рабочих? И жизнь данной женщины станет менее комфортной. После предыдущего сюжета Марине Павловне захотели помочь ее бывшие студенты. Теперь подключился и университетский профсоюз. Профсоюзная организация, она по мере силы возможностей старается своим членам помогать. И вот когда мы узнали об этой проблеме, мы на президиуме ее обсудили. Ну и какая здесь может быть помощь? Самая первая и, наверное, самое основное. Мы можем оказать помощь юридическую на безвозмездной основе. У нас есть такие специалисты. Если эта помощь, конечно, потребуется в дальнейшем. Ну а также мы можем оказывать поддержку чисто по-человечески, потому что я с Мариной Павловной беседую уже несколько раз. Марина Павловна стоит на своем. Землю и свою долю в доме, по ее словам, не планируют отдавать ни за какие деньги. Телеканал Толк, в свою очередь, продолжит следить за развитием этой истории. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.